Дурные привычки у детей. Откуда они берутся и что с ними делать? Кто-то крутит ухо во время еды, кто-то сосет палец, а кто-то дергает волосы. Разнообразию их можно было бы позавидовать, если бы они не касались наших детей. В дошкольном возрасте к вредным привычкам можно отнести навязчивые действия и движения. Они вредны не сами по себе, а являются лишь следствием внутреннего конфликта и особенностей детского развития. Все эти действия появляются не просто так. Они помогают ребенку справиться с переживаниями, неудовлетворенностью и тревогой. Избавиться от вредных привычек очень непросто, потому что, во-первых, они приносят удовольствие ребенку, а во-вторых, помогают привлечь внимание взрослых, которого, скорее всего, не хватает. Итак, вредная привычка – это этап развития. Примерно с полугода, а может быть и раньше, ребенок начинает изучать возможности своего тела. Тут и появляются первые неконтролируемые движения рук – хватательные, крутильные. Также ребенок повторяет мимику своих родителей. Эти привычки длятся недолго и обычно сменяют одна другую и не особенно акцентируют внимание взрослых. Но бывает такое, что какие-то действия постоянно повторяются, и нет никакой возможности ребенка отучить от них. Некоторые привычки не должны являться поводом для беспокойства, такие как раскачивание головы перед сном или при беспокойстве. Так ребенок просто себя успокаивает и снимает тревогу. То же самое относится к и заветным словам, которые ребенок очень часто повторяет и чувствует себя от этого уверенней. «Мама придет», «Мама рядом». Есть привычки безопасные, однако не принятые в обществе. Тогда основной акцент воспитания сводится к тому, чтобы объяснить ребенку, где и в каких ситуациях не принято так делать. Просто почаще говорите с малышом и помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok